Всем привет! В сегодняшнем выпуске я вас научу готовить ржаной квас на основе муки, сахара, соли, ну и соответственно самой гуще. Я вас научу настоящему рецепту, который мне когда-то рассказала моя бабушка, я рассказала ее бабушка и так далее. Что нам потребует для приготовления нашего кваска? Я взял непосредственно бедро, поставил его на газовую плиту, чтобы нам не греть чайником кастрюлю в воду, сразу прям кипятим. Примерно знаете сколько? Литров 7 воды. Значит берем 7 литров воды, вот у нас все уже тут кипятилось, доводим воду до температуры где-то 70 градусов, 70-80 градусов, не больше. Берем наше ведерочко, вот ставим его на заранее приготовленную поверхность. Просто на стол особо не ставьте, а то хренам стол сожжете, и женщины будут на вас очень сильно ругаться. Ну или мужчин, кто-то будет смотреть, не смотря кому будете квасов готовить. Значит, мы ставим наше ведерко. Вообще вот квас, что хочу сказать интересно, он ведь как произошел от слова квасить, то есть как бы раньше были люди, ну еще где-то квас, когда изобрели? Где-то в 8 веке примерно нашей эры, после крещения Руси. И так как Владимир Красное Солнышко тогда сказал, пейте квас и ну ешьте там пироги или еще что-то. Вот к тех пор появился квас. Хотя раньше квас у нас был алкогольный, там было где-то градусов 12 оборотов он был. В дальнейшем уже стали его делать как бы менее алкогольным. Там вот сейчас мы квас делаем, он будет в принципе 1-2 процента алкоголя. Значит, вода должна у нас быть такая вот горячая, чтобы держалась рука, но было терпимо, но тут в то же время хотелось руку убрать. То есть как бы вот 5 секунд и все, рука убирается. Значит, берем с вами ржаную муку и берем обязательно блюдце. Вот блюдце, она у нас будет некой такой мирной емкостью, на основании которой будем все мы делать. Значит, берем 2-2 блюдца, насыпаем сверху. Это вот главное такое условие. Все мерите маленьким таким чайным блюдцем. Значит, засыпаем сюда. Сейчас мы с вами, значит, просто завариваем муку. И еще одно блюдце. Так, засыпаем. В дальнейшем с вами берем сахар, ну обычный сахар, и кладем сюда на эти наши 7 литров, кладем примерно 3 ложки. Знаете, как бы, можете положить и больше, и меньше, просто кто как любит, сладкий или соленый. Я вот вам говорю, такой средний рецепт будет, но он будет не сладкий, не соленый. Аккуратнее делаем, а иначе брызги во все стороны летят. Значит, берем 3 ложки сахара и берем 1 столовую ложку соли. Так, значит, ложку соли, даже 1,5 ложки соли. Мешаем с вами все как угодно, но хотите по часовой, хотите против, значения этого не имеет. Главное, мешаем до тех пор, пока мы с вами не перемешаем все вот эти мельчайшие комочки. Сахарок там, пару ложечек, пару ложечек чайных там, можете столовых, но не имеет значения. И пару ложечек мучиться. Подбиваем нашу гущу. Подбили и опять подставили ее в емкость. Она опять у нас начинает, ну, подходить. Теперь, смотри, теперь мы вливаем туда нашу гущу. То есть, берем, подносим как можно ниже и вливаем ее в центр. Все. Сейчас наша гуща растечется по всему верху, образует некую такую шапку. Вот. И теперь, значит, в таком состоянии мы накрываем сверху крышкой наше ведро и ставим, ну, просто ставим в теплое место. Сейчас, в принципе, у нас лета, сквозняков нету, поэтому просто ставим куда-нибудь на пол, куда-нибудь в уголок кухни. И оставляем так примерно часов на 8. Итак, значит, друзья, доброе утро всем. Значит, с того момента, как мы с вами поставили наш квас за квас, вот за квас, вот прошло примерно 10-12 часов. Вот все, квас у нас с вами получился. Сейчас я вам все покажу. Смотрите. Значит, еще пахнет. То есть, сейчас бродит. Вот наш квас. Так, смотрим. Видите, вот сверху осталась эта гуща, пенка. Ну, это непосредственно шапка сама, о которой я вам говорил, что сверху мы, как бы, не мешаем ее, когда начинаем заливать сюда. Теперь, значит, что мы делаем. Мы немножко промешать его, чтобы теперь как раз эта пенка осела на дно. Все. Значит, я промешал. Ну, а теперь регустируем. Только чуть-чуть, потому что мы поедем в страну, будем путешествовать, у меня очень много дел, будем за рулем. Все. Квас очень вкусный. Всем до новых встреч, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на меня. Пока. Пока. Продолжение следует...